Привет, друзья! Меня подружка попросила снять видео, как я вышиваю парковкой. Ну, в общем, почему бы и не исполнить ее желанием? Давайте посмотрим, как я это делаю. Что я вам скажу, задача не для слабонервных, как это так все обустроить, так чтобы хотя бы как-то видно было. Вот я никак не смогла настроить так лампу, чтобы она и мне освещала путь в темноте, и вам не сильно отсвечивала. Но все равно попробую. В общем, хитрость в том, что эту парковку я называю адаптивной, потому что она адаптируется под те условия, которые у меня есть. Она ближе всего к ленивой, но и в то же время, не знаю, супер ленивая, что ли. Так, и не удивляйтесь, если я буду иногда болтать, а иногда не болтать. Не очень я люблю так вышивать, что-то рассказывая. Особенно, если это надо еще чуть-чуть, но думать. Так вот, у меня все близкие друг к дружке ниточки, они на бобинках и скрепкой соединены. Поэтому я вот одну скрепку убираю, и у меня все по порядку ниточки идут. Очень удобно. Сейчас мы с вами попробуем. Я решила выбрать вот этот цвет. У меня идет от меньшего к большему, он уже выбран. То есть я беру вот эту вот бобинку. Единственное, да, с парковкой, вот то, что нитки они мешают немножко на работе, это, конечно, минус. Но пока я к нему еще готова привыкнуть. В данном случае я смотрю, что у меня тут вот эти вот цвета, они, в принципе, недалеко уходят. Поэтому адаптированная парковка имеет... А, и вот смотрите, у меня здесь тут цвет, да. Но я сюда не буду ни парковать, ни вышивать, потому что далековато получается. Можно было бы захватить. Вообще, что бы мне не захватить-то? Точно, я вот возьму и так вот сделаю. Сейчас сейчас уберу. Вот конкретно вот этот цвет у меня будет как будто я вышиваю по цветам. Так, я еще буду трясти камеру, потому что по-другому тут как бы это... Я не умею молчать, я тоже не умею, я разговаривать не о чем. Уже с тем. Так вот, я вот вышиваю все, что вижу. Попробую вам даже показать, что же я тут вижу. Единственное, я на этой работе хотела вышивать стопроцентным преломнением нити. В итоге я решила, что нафиг мне это счастье надо. Вряд ли кто-то это будет смотреть, а я не люблю. Я так и знала, что если я сейчас начну болтать, я что-то наболтаю. Ну все, я потерялась. А, вот она. Так, вот. То есть это у меня такая парковка. Здесь вот я решила, что эту нитку я всю ищу. Еще я решила, кстати, тут отмечать. Как вы видите, у меня здесь убрано... Ох, это было познание не для слабонервных. Так вот, я убрала отсюда, я убрала отсюда разметку, сердечный приступ. Решила сделать такую разметку. И тут практически, наверное, не видно. У меня здесь, как бы полукрестиком рядом с разметкой, я делаю разметку ручкой смываемой, которая терморучка. И тогда, за счет того, что это полукрестик, у меня она полностью зашивается. Сейчас попробую показать. Не смогу, мне кажется. О, видно, видно. Вот это вот это. Это у меня разметка. То есть здесь вот у меня красным вот так вот разметка должна идти. Вот она. Клеточка. Вот эта вот клеточка. Ага, показываю, я молодец. Вот это вот у меня. Здесь вот у меня, значит, пересечение красных. Вот это вот синенькое. Вот это вот синенькое. Это вот здесь вот пересечение синеньких. Когда я буду делать полукрестик, оно точно закроется. Соответственно, когда у меня, если эта разметка не смоется, то и не страшно. Или она проявится, то, соответственно, она проявится под крестиком. И я решила, что так все-таки проще всего. Потому что шилом разметка очень быстро исчезает. И как-то она мне не понравилась с леской. Она очень кривая. Мононить, кроме лески, я ничего никакого не покупала. Не нашла ее. А то, что нашла, мне не понравилось по цене. Поэтому что-то я решила добить на это дело. Так, вы что-то видите? Ничего вы не видите, да? Сейчас, перейти, немножко подвину. Я же хотела еще не только... Я хотела не только показывать, где я вышиваю, но и в итоге, как это на схеме выглядит. Все, этот цвет я вышла. Можно было бы, если бы я знала, что я сюда вернусь, на этот второй ряд, я бы его припарковала. Но так как здесь я возвращаться не собираюсь скоро, то я ее вышиваю в ближайшие цвета и отрезаю. То есть обычная вышивка по цветам. Ну и, соответственно, здесь я могу обратно выделить. Все удалить. Убираю ласа и беру следующий цвет. О, вот этот отличный тоже пример адаптированной, адаптивной парковки. Вот у меня здесь цвет. И рядышком, совсем близко, другой крестик. Но в то же время туда дальше, туда, куда я иду, идет еще один, еще дальше цвета распределяются. Так, я нитку взяла, закрепляю. Я решила закреплять теперь крестик. Вообще все, на самом деле, нитки в том же клеточке, где я вышиваю, где я начинаю, а где я заканчиваю. Так у меня вот этих точек, которые от закрепки не остаются, в то же время не бугурет, не вышивка. Мне это больше нравится. Ну, а, соответственно, узелками я закрепляю только на страмине. Потому что начальную закрепку. Вот, то есть я вышла вот эти две, и он туда паркует наверх. Вот здесь вот. Да. Беру бобинку. Идея была в бобинках, что я еще могу подписывать. Но я решила, что на лице подписывать я не хочу. Делаю такую подлиннее, так, чтобы можно было до верха рамы дотянуть. И просто заматываю. И откладываю ее. Так как у меня здесь рабочий момент, который я записываю, то тут не очень видно. Например, скажем, вот сюда бы я отложила. Вот так вот. Красиво, да? Вот. Я их откладываю так, чтобы они были... Сейчас не путались друг с дружкой. Пока туда отложим. И здесь отмечаем, куда я припарковала. Все, отмечаем, что это вышло. Следующий цвет. Вот туда не хочу идти. Точно не хочу. Она... Хочу, не хочу, хочу, не хочу. О, хочу. Решила, что я хочу. Вот сюда вот я дойду. Видно? А вот туда дальше не пойду. Пойду наверх. Я сделаю еще хитрее. Вот так вот захвачу. Легко. Ну, то есть адаптированная парковка. Это просто я не вышиваю те цвета, которые много наверху. Я их припарковываю ниточки, чтобы сильно не распыляться. Но в то же время, если я вижу, что это близко, имеет смысл захватить, я их захватываю. Сейчас мы тут с вами вместе повышеваем. Чуть только я покажу на большом цвете. Каждый раз у меня паника, потому что я забыла включить микрофон. Сколько раз я наговорила, и оказалось, что у меня все не записалось. Вот это вот на самом деле кайф. Второй раз рассказываю то же самое. Поэтому я каждый раз по 10 раз проверяю, что я на самом деле записываю. Все равно иногда накалываюсь на это дело. Без микрофона вообще ничего не слышно. Ну, если микрофон вот, он не включит. Так вот, что мне тут видно. Вот здесь вот я паркую, потому что наверх, вот сейчас не хочу вышивать. А могла бы захотеть и вышить сразу и убрать нитку на органайзер. Вот не хочу, и все. Поэтому я здесь припарковываю нитку. Здесь вешаю на бобилку. А вот когда такая короткая ниточка, я ее разматываю. Но тоже все равно делаю большой хвостик, чтобы он не мешался. Заматываю так вот. И вот здесь вот у меня, я их кладу по очереди. То есть она у меня первая, вот эта вторая идет. Просто потому, чтобы их удобнее было. То есть если я их в разнобой раскладываю, потом их сложнее собирать. И соответственно, если я долго вышивать нукомбек, сейчас вот заканчиваю, например, вышивку, я могу взять новую скрепку и объединить их. Обычно я объединяю в самом конце, когда закончила сегодня вышивать на этой вышивке. Выделяем. И что у нас тут? Давайте что-нибудь покрупнее выберем, что ли. Да, единички. Это крупно. Вот такая у меня схема. Одни сплошные единички. Еще вы не видите, как я пролистываю. О! Нет. Вот это клевый тоже. Цвет самый большой. 16 штук аж. Вот тут я выделяю вот здесь вот хочу такой. Чтобы цвет не обрывать клеточку. Но в то же время я решила, что для себя, что я не это... И когда вот на бобинках вот сейчас у меня получается, они меньше путаются и легко их вытаскивать. И особенно, если они по порядку идут. Что значительно проще, чем если просто нитки болтаются. Так вот. Я не разрываю цвет. Соответственно, за счет этого у меня получается неровный край, что мне тоже нравится. Обычно я оставляю самый большой цвет на потом. Соответственно, основной клеточке уже его даже смотреть не надо. Сейчас придется на него смотреть. Это самый последний цвет. Ну и соответственно, когда у меня самое большое количество цветов, уже ниток вот в этом отделе нет. Соответственно, тоже легче вышивать. Ну, согласно с парковкой, то, что нитки вот эти вот мешающиеся, они мешают. Поэтому так и называются. Мешающиеся нитки. Но мне лично я поняла, что так больше нравится. Чем есть я каждую нитку до конца до вышиваю и потом начинаю новую. Меньше путаюсь. Ну и когда это делается не на камеру, эти нитки, они как-то меньшие. Можно передвинуть и положить ее не на камеру. Ну, они вообще, на самом деле, вот так вот. Можно вот бобинками передвинуть, прям как есть. Благородные длинные. Я, кстати говоря, в прошлый раз без бобинок порушевала. Поняла, что бобинки это вещь. Что потом нитки распутывать как-то мне все-таки не очень нравится. Все-таки на бобинку намотать быстрее получается, чем распутывать потом целый упор ниток. Так вот, здесь я выщу весь цвет и припаркую наверх. Как видно, вот тут я выше, где я выделила, и припаркую сюда, тоже на бобинку. В общем-то, не вижу смысла. Сильно его много показывает, потому что я уже чувствую, что я 5 тысячных пол поцелу. Ага, точно. Вот так я выпаркую, когда я вышиваю в одном направлении и точно знаю, что я в ближайшее время на второй ряд здесь не пойду. Соответственно, что удобно. Здесь припарковано только в одном направлении, поэтому если мне вдруг приспичит что-то попробовать новое, надоело мне вышивать парковку, хочу вышивать новый какой-нибудь метод пальцем в небо. Так вот, если я какой-нибудь найду новый метод вышивки, я вот все припаркованные нитки первым делом повышиваю, их повыбираю. не могу оставить. Они же мне спать ночью не будут давать. Только эти выишни мне не выишни. Нельзя же вставать ночью вышивать. Что они потом будут свопить. Аж ты меня выишла и не спала. Так вот, мы сначала выишни, потом спать пойдем. Я повешусь, если это все записывается без звука, я его не проверила. Ладно, сейчас повешу, все вы проверили. Вышивала я, вышивала парковку в одном направлении. Ну вот это вот обычно не случается, потому что их подойдет, что двигаем, можно чуть побольше хвостики делать. Они не цепляются. Сейчас мне надо попасть в камеру, поэтому не так удобно вышивать. Все, я вышла. Вот здесь я припаркую, потому что это не попадет вверх, мне она сейчас, я наверх не вышиваю. Ну, точнее, как моя цель закрыть квадратик, потом перейти наверх. Поэтому закрылый квадратик. Вот, у меня вот здесь, кстати, уже часть припаркованной ниток, это вниз пойдет под ту. Так вот, я закрепляю. В принципе, удобно, они потом идут в порядку общие, не путаются. Так, здесь мы отмечаем, и здесь мы отмечаем. Здорово, я сегодня вышла нашим новым крестиком. Так вот, если вдруг мне что-то приспичило срочно, то у меня здесь на самом деле 10 ниток висит. Я их просто могу повышивать, вот скажем, выбрать вот так вот. И вот, все я сейчас нитки закрою и потом буду дальше экспериментировать, куда мне там экспериментировалось. В общем, ну, то есть, тут достаточно силы воли на полчаса, чтобы все эти нитки закрыть, и чтобы они не болтались, и все. В принципе, удобно. В чем плюс? Я закрываю квадратики, и у меня нету такого сильного разброса, как вот здесь вот, сейчас. То есть, здесь это еще не сильный разброс, здесь я могу ориентироваться. А когда вот сильно зашито, то я уже начинаю сильно путаться и поняла, что мне такой вариант не нравится. Давайте теперь посмотрим на вышивке, где я вышиваю и знаю точно, что я вернусь скоро. Этот вариант называется «Убейте меня, я так ни за что вышивать не буду». Здесь у меня хитрость в том, что, во-первых, я паркую наверх и вбок. Во-вторых, если у меня здесь несколько скрепок, то я их еще объединяю зажимом. Тогда получается, я беру один зажим, несколько скрепочек и делаю. Что тут у меня сейчас я открою схему. Здесь рисунок таков, что в принципе не стоит, я не ориентируюсь на совсем маленькие участки, да и на самом деле тут уже много зашито. Я здесь могу и такие побольше участки брать, я их двигаю просто так по ситуации. То есть у меня сейчас минимальный цвет вот такой остался. Так, сделаем для примера по-другому. Скажем, был у меня вот такой участок, чтобы было удобнее. Я его так выделю, потому что у меня здесь нитка припаркована и покажу, как бы я делала. Здесь, как бы я делала все по правилам адаптированной парковки. Ну, то есть я решила маленьким все-таки участок камышевать. Тоже, средне маленьким. Так что здесь, в принципе, получается вышивкой та же самая по цветам. Вопрос, что я не веду нитку до конца, а там, где она вроде бы стала вышиваться дальше, я ее оставляю. Когда к ней возвращаюсь в следующем ряду, я ее и вышиваю дальше. Вот сколько она в этом ряду помещается, потом опять оставляю. здесь, конечно, хитрость в том, что я не планирую в ближайшее время с парковки уходить, потому что мне сначала придется очень много ниток закрыть, прежде чем я смогу найти, начать какой-нибудь другой вариант. если у меня нитка заканчивается близко кверху, я вижу, что цвет дальше продолжается, я вообще могу ее не вводить и оставить на следующем разу. Вот, здесь я дошла, видите, что сделать, никто не видит, ну ладно, я вот вышла вот здесь как раз в той области, которая сейчас выделена. И у меня вариант пойти наверх, припарковать не кучу здесь, припарковать, то есть я паркую в основном вверх. я обычно паркую вверх, но если я вижу, что тут совсем близко есть соседняя область, в которую я в основном иду, я в нее лучше припаркую. Здесь, в данном случае, я припаркую вот сюда. А туда не буду припарковать, так как ниточка совсем коротенькая, я ее пока оставляю. И с такими коротенькими ниточками я их могу закончить сразу здесь, где видно. Могу оставить. Оставлять такие короткие нитки мне не очень нравится, поэтому я их могу сразу вышить. Но в целях... О! В целях эксперимента я покажу, как будто я уже дошла до этого цвета опять. Вот она. У меня вот коротенькая ниточка. Что я с ней делаю? Я ее заканчиваю. Так как у меня здесь осталось буквально два крестика, я их дотяну. Хо-хо! Круто! На самом деле я ее не буду прокуроровать. Вообще вышивальная безунчика у меня между прочим очень часто нитка заканчивается именно там, где она должна закончиться. Так вот, я тут еще один крестик могу упихнуть. Опс! И упихну. все. Так вот. Настолько ножниц найти. Так вот, здесь я удалила. что у меня здесь. Я тут вышивала. Здесь вот я цвет, кстати говоря, единичка. Я его так вот вышиваю. Если бы не было припаркованной нитки, я бы оставила этот цвет, потому что он совсем близко к следующей области. И вот здесь вот я ее припаркую. То есть у меня основное направление идет направо, поэтому если есть возможность припарковаться направо, я ее паркую направо. Если нет, но есть наверх, я ее паркую наверх. О, отличный вариант. Видите, тут у меня два цвета, две ниточки одного того же цвета припаркованы снизу. Вот я вы ищу только вот эту часть. Вот так что. Сейчас у меня ниточка средней длины сантиметров 50 осталось. Зашивать я ее смысла не имею, не вижу. Слишком далеко уйду наверх, поэтому я ее припарковываю наверх, потому что здесь у меня совсем близкий цвет такой же идет. Уже припаркованная ниточка вбок, мне смысла нет уходить. Я ее припарковываю наверх, откладываю. Сейчас пока отдельно, потому что они пойдут все одним пучком, скорее всего, куда-то сюда. Отмечаю и смотрю, соответственно, вот здесь вот. Если у меня здесь близко, я могу зону вот так увеличить. Соответственно, дальше вышиваю. Здесь припаркую наверх, потому что здесь у меня уже ниточка готовая. Если бы не было готовой ниточки, или бы она была слишком коротенькая, она достаточно длинная. А вот тут интересно, что у меня часть только вышлится этой ниткой. А вторую часть я пойду с этой стороны. Я здесь вот закрою. Давайте вместе сделаем это. А это вообще другой цвет. Значит, я сделаю вот так. Чуть не напутала. Но я быстро среагировала. Молодец. Ну и соответственно... Нафига я этот цвет вышиваю? Не, я передумала. Я сначала получаю другой цвет. Вот этот. Честно, я так и сделаю? Не, я так и сделаю. Соответственно, я вышиваю и паркую наверх. Потому что куда мне еще тут парковаться? Так, это пример, когда я точно знаю, что я на второй ряд уйду совсем скоро. То есть я здесь ряд закрою. Пойду следующим рядом. То есть, соответственно... Мне вот эти вот нитки, которые наверх паркуются, они не будут мешать. Руками обычно ничего не отмечаю. Но сейчас в качестве исключения иногда можно. Этот вариант парковки, когда у меня сразу два направления идут. Паркую наверх, вышиваю вправо. Давайте посмотрим еще один вариант. Здесь у меня идет цвет вниз. Вот так вот. Я поэтому решила и в этот цвет вышивать. Точнее как, тут много цветов, не так мало. Тут я, кстати, еще бобинки не придумала. Поэтому фигня получается. Сейчас я на них перейду. Я решила идти по диагонали немножко. Те цвета, которые уходят в бок, я их не затрагиваю. И вот в данном случае вот такой цвет у меня выбран. Я выбираю так, чтобы захватывать. Поэтому мне казалось, что парковка это фигня. Когда вот так вот иголки разбираешь с бобинками, стало намного проще. То есть, в данном случае у меня была вот такая выделена область. Вот такая вот у меня была область. И я ее так вот потихонечку в бок сдвигаю. То есть, она начиналась примерно вот с этой части. Я вот до сюда ее уже додвигала. Здесь я выделяю боковую часть, но сильно далеко не ухожу. И, соответственно, света тут много. Ну и опять боковые я захватываю в этом варианте парковки. А вниз я ухожу. Только если там буквально пару клеточек, и все, и нитка заканчивается. А если цвета много, то я и не вижу смысла его сейчас вышивать. Я нитку вставляю. И когда я на этом области дохожу, то нитку дошиваю. Вообще, я не представляю, как можно многоцветницам вышивать и болтать, если это не один цвет последний. У меня вообще мозги на один процесс заточены. Я ее либо болтаю, либо вышиваю. А если я болтаю и вышиваю, то потом получается такая красота. Я не Юля Цезарь. Вот. Здесь я уже вниз не буду вышивать. Я припаркую ее. Теперь уже на бобинку. Тоже с небольшим отходом. Чтобы они не путались больше никогда. Нитку. Парковали. Вот. Этот цвет я бы еще... Здесь бы не стала. Наверное, уже длину его вот так вот. Пойду в область. Я уже этот цвет буду вышивать сюда. Вообще надо ли его вышивать? Ну, решу, что надо. Возьму этот цвет, его поушиваю и здесь припаркую. А этот цвет буду уже относить к этой части, которая здесь цветом идет. Ну, в общем, здесь идет тоже адаптированная парковка. Только по цветовым пятнам, по цветовым решениям. Я здесь не вышиваю пока рядами или столбиками. Потому что смысла не имеет. Вся нитка уходит в бок. В общем, надеюсь, хоть сколько-то понятно, что я понимаю под адаптированной парковкой. Она адаптируется под те условия, которые есть здесь и сейчас. Но в то же время нитку я не заканчиваю сразу. Оставляю ее висеть. Вот это и все, что у меня есть сегодня вам показать. Так что буду заканчивать. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok